День Победы не за горами. День, когда по всей стране вспоминают силу и мужество наших соотечественников, одержавших такую трудную победу. Отдают дань памяти их подвигу. К торжественному дню ивановские власти готовятся вовсю. Мы капитально отремонтируем Шеметский проспект от Кранбанка, это место, где будет формироваться колонна, до кинотеатра современник. Будет нанесена соответствующая дорожная разметка, выполнена она в краске. Также будет благоустроена прилегающая территория. К 70-летию Победы, Павел Алексеевич, мы планируем при поддержке правительства Ивановской области выполнить реакционную работу и благоустроить территорию, которая прилегает к кинотеатру современник. И действительно тогда это будет единый комплекс, который будет соответствовать тому подвигу, который совершили наши деды и отцы. В этом году, как известно, справа от мемориала будут захоронены останки неизвестного солдата. Вокруг постамента уже развернули, как ширму, красные флаги. Скорее всего из-за того, что уж больно неприглядно за кулисье мемориала. Другое дело – огромный стеклянный замок прямо за вечным огнем. Строительство масштабного торгово-офисного центра городская мэрия одобрила уже дважды. В последний раз разрешение продлевалось в прошлом году и действительно по сей день. Ивановцы, конечно, против возведения. Но их, разумеется, никто не спрашивал. Городская администрация, к сожалению, сейчас заняла довольно-таки неконструктивную позицию. Они вовсю упираются на то, что разрешение, которое было продлено в прошлом году, оно законно. О том, что у нас нет никаких оснований для того, чтобы предспятствовать деятельности застройщика. Комиссия по топонимике отклонила, по сути дела, наше предложение по приданию данной территории статуса сквера, значит, ссылаясь опять же на эти же самые выданные разрешения. Даже если срок разрешения на строительство у арендатора земли закончится, эта территория все равно не носит статус сквера. Так что новое разрешение – просто вопрос времени. Тогда как у гражданских активистов города свое видение этой территории. Несколько деревьев, пара лавочек и готов сквер, где родители могут гулять с детьми и рассказывать им о великой победе их дедов и прадедов. Мы завершили и, соответственно, придали гласности проект благоустройства, который разрабатывался силами общественников. Сейчас мы, соответственно, максимально стараемся его донести до ветеранских организаций, до местных властей, концепции альтернативного развития данной территории, как ее видят жители. И стараемся максимально вовлечь в это обсуждение простых граждан. Мемориал на фоне футуристического строения, уверены, ивановцы будут лишь тенью. Да и для могилы неизвестного солдата торговый центр не самое приятное соседство. Пока городские власти к инициативе горожан глухи. Но активисты сдаваться не намерены. Будут воевать с застройкой территории за мемориалом в надежде, что когда-то наступит и их личный День Победы.